МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Хотите новую иномарку?" Некоторые модели по-прежнему доступны в автосалонах, словно и не было того бегства автогигантов с нашего рынка. Разве что торговые сети утратили статус официальных дилеров большинства европейских, американских и ряда азиатских автопроизводителей. Изменилась, однако, схема ввоза автомобилей. Что же нам теперь продают? И какова степень риска при покупке новой иномарки? Хотя это еще вопрос, новая ли она? Такие машины продаются у бывших официальных дилеров. Они поступают очень просто. Они пишут на машине с 20 километрами пробега бывшие в употреблении. Ежу понятно, что это новая машина. Пробег всего 20 километров? Тогда почему БУ? Да потому что по документам у машины уже есть собственник, некое физическое лицо, на имя которого автомобиль и был ввезен в нашу страну. Импортером этот гражданин-невидимка, конечно, не является. Его знать не знает даже менеджер в автосалоне, который предлагает вам подписать договор купли-продажи. И хоть сиденье в машине еще в пленке, формально автомобиль уже БУ. Проблемы действительно могут возникнуть в первую очередь с гарантийным обслуживанием, потому что эти автомобили ввезены частным способом, они не предназначены для эксплуатации на территории России. И продавцы, частные лица, которые их продают, ввезя таким способом, естественно, никаких гарантийных обязательств не предоставляют. И дилерский центр этого бренда в том числе не сможет обслуживать эти автомобили по гарантии. Закон о защите прав потребителей при покупке у таких частных лиц не работает. Покупателю просто некуда будет обратиться за защитой своих прав. Исключение составляют разве что китайцы. Почему же новые машины продаются через физиков? И откуда эти автомобили вообще берутся? Разберемся. Эти транспортные средства, как правило, были произведены для рынка иных стран. Транспортные средства ввозятся в Российскую Федерацию к из стран таможенного союза. Это Беларусь, Армения, Киргизия и Казахстан. Цель – удешевить растаможку. Например. В Белоруссии автомобиль растамаживается на льготника. По большому счету оплачивается 50% от стоимости растаможки. А уже в Казахстане другая схема. Там растамаживают не по кубическим сантиметрам, как у нас, а берут стоимость 10% от стоимости машины. Следовательно, Казахи берут и занижают стоимость машин. Для таких поставщиков важно удешевить себестоимость ниже рынка. Для того, чтобы люди покупали у них. И, в общем-то, они соблазняют покупателей ценой в первую очередь. Психологически, конечно, люди ищут дешевле. Ведь не написано же в объявлении, что машина ввезена через, например, Казахстан с нарушением таможенного законодательства. Этого нигде не написано и никто об этом не говорит. Автомобиль, он и есть автомобиль. Технически это одно и то же. Поэтому люди выбирают по цене. К сожалению, не задумываясь о возможных последствиях. Покупатель рискует в будущем получить письмо счастья из налоговой. Такие машины отлавливаются и могут столкнуться с требованиями Федеральной таможенной службы о доначислении таможенных сборов. Принцип отлова очень прост. Федеральная таможенная служба видит по вину, сколько было заплачено за машину. Все это у них подсвечивается, данные все есть. И такие требования о доначислении и утилизационных сборов, и таможенных почтан, таможенники наши уже ударными темпами рассылают по городам и весям нашей Родины. Сколько сотен тысяч вам придется доплатить, можно только гадать. Автосалон ваши претензии, разумеется, отклонит. Вам лукаво посочувствуют, мол, ищите продавца сами. То есть с тобой физика, который указан в договоре купли-продажи. Все претензии ему. А у кого-то со временем всплыть может и другая проблема. Масштаба просто коллапсического. Если человек столкнулся с такой проблемой, купил такую машину, то он может сделать из своей машины либо чудесную придомовую клумбу, либо сдать ее на запчасти. Это тоже без проблем. Внимание! Из того же Казахстана, Кыргызстана, Армении, Беларуси машины к нам возятся со свидетельством о безопасности конструкции транспортного средства СБКТС. И опять же, например... В Казахстане испытательные лаборатории, которые выдают СБКТС, могут легким розчерком пера евро-ноль автомобилей превратить в евро-четыре, евро-пять, хоть евро-двадцать пять. Они нарисуют там любую цифру. Чаще всего такие схемы используются в Казахстане, ну, и в Киргизии, и в Армении. Есть творческие люди, которые в СБКТС напишут то, что заказчику хочется. Хоть экологический класс мамы, клянусь, хороший. Вот вплоть до этого. Проблемы нет. А что, в 21-м веке бывают не экологичные автомобили? Действительно, они есть. Эти машины поступают к нам с рынков других стран, например, Объединенные Арабские Эмираты. Требования к экологическому классу в данных странах занижены. Если СБКТС оформлен с нарушениями, это, скорее всего, увидит Росстандарт. Несоответствие любому пункту ГОСТ 33 670. Например, красные поворотники, несоответствие экологического класса. При ввозе автомобилей, бывших в употреблении, допускается класс евро-4. В данном случае, если ввозится автомобиль, то он не соответствует 4-му классу, 3-й класс, 2-й класс. Мы видим и очень часто отслеживаем такие документы. С приказом Росстандарта они аннулируются, исключаются из реестра, который мы ведем. А далее по цепочке отзыв ПТС и регистрации в ГИБДД. Если человек столкнулся с такой проблемой, купил такую машину, его СБКТС и ПТС были аннулированы, то он может сдать ее на запчасти, либо вывезти в другую страну, где нет таких экологических требований, и там продать, например, в Грузию. Ну или долго судиться с гражданином-продавцом. И как же избежать неэкологичной покупки марки, например, Тойота или Митсубиши? Ну и простейшая проверка экологического класса будет загнать транспортное средство на подъемник, убедиться в наличии катализатора. Если такового там не оказалось, то, увы, транспортное средство не пройдет оценку. Скорее всего, документ был оформлен с нарушением, и вас ждут проблемы в будущем. Допустим, вам повезло, и катализатор есть, а СБКТС отозвали по какой-то незначительной причине. Ничего страшного, не все потеряно. Обратитесь в любую аккредитованную испытательную лабораторию и оформите новый СБКТС, и восстановите государственную регистрацию вашего автомобиля. Перечень таких лабораторий смотрите на сайте Росаккредитации. Пройти эту процедуру может практически любое транспортное средство, которое приезжает на лабораторию, за исключением единиц, которые не соответствуют требованиям технического регламента. Время прохождения данной процедуры составляет около 1 часа. Стоимость данной процедуры в среднем на рынке составляет порядка 30 тысяч рублей. При этом вам необходимо помнить, что если автомобиль старше 3 лет, то вам придется пройти технический осмотр снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова